Добрый день дорогие мои! Мы продолжаем сбор урожая, потому что не просто не только вырастить урожай, но его еще и собрать. И сегодня у меня на очереди черный крыжовник. И если говорить о крыжовнике, насколько он полезный и насколько он нам нужный, то можно говорить только в превосходной степени. Поскольку крыжовник, это северный виноград, как мы еще его называем, действительно имеет очень много хороших свойств. И я об этом уже вам на самом деле рассказывал. Поэтому я не буду сейчас заострять. Все в интернете вы можете почитать. Другое дело, что все-таки нужно говорить о том, что каждый раз, начиная о чем-то рассказывать, я вам хвалю до бесконечности каждый продукт. Хвалю черную смородину, хвалю крыжовник, хвалю клубнику, малину, ну и все, что мне в корзину попадает. Но на самом-то деле нужно говорить все-таки о том, что не каждый из этих продуктов по одиночке может решить все ваши проблемы витаминов, значит, и других веществ, которые вам требуются. А все-таки нужно говорить о том, что именно комплексное питание, причем с пониманием того, а что же на самом деле у вас не хватает. Вот у меня дочь витаминозами занимается. И она всегда объясняет, как понять, что же у вас не хватает. Потому что огромное количество проблем у нас из-за физического состояния. И огромное количество проблем не только, значит, из-за аномии, но и недостаточности некоторых вещей. То есть аномия-то именно как раз из этого и вырастает. Что какого-то в питании вещества или продукта не хватает. И вы бьетесь, спрашиваете, почему у вас депрессия, почему у вас слабость, почему у вас нет энергии. А их нет, потому что что-то происходит. Сейчас вывели ученые, что депрессия оказывается вирусом определенным в нас создается. Но ведь вирус-то там в нас живет, потому что у нас не хватает силы иммунной системы с ней справиться. Значит, надо не вирус просто гнать, а надо иммунную систему поднимать. А она только питанием, только веществами поднимается. Поскольку эта система... В общем, помогать ей можно ядами, но восстанавливать ее можно только витаминами. Поэтому выслушайте про крыжовник, выслушайте про клюкву, про бруснику, что она русская ягода и про что хотите. Но для того, чтобы понять, что из них вам важнее, сделайте анализы и поймите это. Интуитивный анализ, он примерно такой, если вы уж не знаете, как сделать и где сделать анализ. Потому что понятно, что у нас система с анализами очень плохо в стране поставлена. Ну, просто отвратительно поставлена. Анализы очень дорогие. Анализы в инвитро там или в других. И знаете, не всегда они еще и качественные. То есть, не поймешь, что тебе покажут и зачем это покажут. Как однажды приезжает ко мне человек. Пьет из бутылки так называемый АДС что ли. Ну, в общем, отрава есть такая для животных. Которую иногда считают панаценией для людей. И с очень депрессивным, значит, состоянием. И рассказывает, что оно у него появилось после того, как он сделал анализы. Я взял его, значит, анализы. Длинные простыня в известной сделанной фирме. И на этой простыне предположительно, вот в строчках, где какое-то найдено что-то там, поставлено, что это обозначает, что вот это есть. И у него в шести строчках написано предположительно рак. Предположительно рак. Предположительно рак. То есть практически утвердили ему в голове, что у него какой-то рак. С этим раком нужно как-то бороться. Какой рак он определить не может, потому что у него нигде сильно не болит. Он с депрессией пришел. У него там на производстве некие проблемы. А ему напихали этого рака. Да еще и кто-то посоветовал, пей вот этот АДС, что ли. Не знаю, как это, химии, забыл я просто. Потому что это бредятина для человека ее использовать. Когда-то ее использовали, когда-то нашли ее. И посчитали, что это панацея для людей-то уже, ну что там, 30-е там, или какие, 40-е годы. Тогда еще с лекарствами все было напряженка. Но после-то поняли, что ущерб от такого лекарства для человека больше, чем польза. И если там выздоровеют от него 10 человек, то точно так же 10 и помрут. И запретили использовать людям. Это же не случайно. Нам не скажут, почему, как. Но раз его людям не используют, то лучше не суйтесь. Не думайте. Наши бабки, детки, они много панацеи вот таких вдруг узнавали. Вот какое вещество. Вот как это. Меня, например, в детстве у меня была часто ангина. Хронический тензилит, что ли это так называли тогда. То, что у меня было. Не знаю, что было. Так вот, мама тоже пробовала всякие штучки. И, конечно, на мне столько всяких панацей было опробовано, что просто мама не горюй. Ну и вот одна из самых неприятных для меня панацей. Это было то, что вдруг кто-то ей сказал, что керосин, хороший керосин. Если им полоскать горло, то он, в общем-то, вылечит и всё пройдёт. А тогда керосинки были у нас. Мы готовили на керосинках. Такая вот, значит, приспособление. Теперь-то вы не знаете, что это такое. Такая горелка. Я ещё сам и ходил за это керосином. Были специальные ларьки керосиновые, где продавали. В очереди надо стоять специальные бидончики такие с узкими горлышками. Так вот, маме кто-то сказал, панацея. Ой, меня какое-то время мучили этим керосином. Сейчас прямо вспоминаю. А самому жутко неприятно. Нет, какое-то время, конечно, всё вроде как бы и подпрошло. И действительно, тут не было какое-то время ангина. Ну, конечно, почистили. Конечно, и керосин хорошенько почистит там все эти пазухи. И даст некий эффект, конечно, какое-то время бактерицидный. А то, может быть, и сожгло там в какой-то степени. То, что вызывало воспаление горла. Но после опять вернулось. А теперь-то вот оказывается, что, в общем-то, надо бы контролировать это воспаление горла, а не уничтожать. Поскольку на самом деле оно полезно. Оно здесь первичную даёт такую борьбу с вирусами. И они здесь уничтожаются. Вот в этих пазухах вносных и так далее. И в горле. Они вглубь идут. Вглубь уйдёт он, как коронавирус там засядет. Поэтому, в общем-то, многие врачи говорят, не удаляйте все эти гланды. И похоже, что они правы. Но контролировать надо. А как нас контролировать? Я не знаю. Я смотрю сейчас на нашего внука и считаю, что он живёт какой-то идеальной жизнью, о которой, может быть, мечтали наши мамы, чтобы мы так жили. То есть тихо, мирно, что-то учится, что-то там читает, что-то это... У нас же что зима, что весна, что осень. Я по уши грязный и каждый раз я весь сырой. Ну, абсолютно. Потому что все эти пещерки, все эти ручьи, все эти проруби, все наши. Как тут не болеть какой-то ангиной или каким-то этим? Я теперь не представляю. Я даже не представляю. То есть я приходил домой с гуляния, но у меня была такая сырая, намоченная вся в снегу одежда, что отец вот так брал меня и вынимал прямо из валенок и штанов. и валенки, и штаны стояли сырые и белые. Значит, сами их ставили к батарее и они так потихонечку оседали. Какой зелит! Значит, то есть как не может быть ангины? Может быть. Вот. Поэтому, когда вы какие-то средства начинаете применять, в том числе растительные или слышите, что вот это надо поесть, попить, тот же крыжовник, он прекрасный Будьте здоровы! Он прекрасный профилакт или профилактическое средство от ангины. У него какое-то там значит, есть такое вещество. Но а вдруг вам надо не ангину, а иммунную систему подкреплять? Вдруг вам нужно не аллергию лечить? Что, кстати, излишняя реакция иммунной системы? То есть все так настарались поддерживать свою иммунную систему и все так растарались набираться аптечных витаминов, что у некоторых иммунная система стала сверхчувствительной и от этого аллергии. Это тоже вопрос. Она не будет сверхчувствительной, если вы растительными веществами ее поддерживаете. Ну, так вот, все, весь свой разговор про крыжовник я веду к тому, что если вы хотите свой организм держать в порядке, то вы должны комплексное иметь питание для него и если у вас нет возможности сделать какие-то анализы, то вы можете приучиться к интуитивному питанию. То есть не хочется, хочется или не хочется. вот хотя некоторые значит состояние человека иногда его могут обманывать если у него например глубочайшая депрессия и он уже встал на путь самоубийства то одной из форм самоубийства у него может быть как раз отказ от пищи. Вот он начнет выпендриваться я это не хочу я это не хочу и медленно так вот худеть и чахнуть и как-то и вызывать в себе заболевание и заболевание придет и он помрет я вам рассказывал о таких состояниях такого самоубийственного направления поэтому здесь некоторых все-таки надо насильно крыжовником кормить поскольку но в общем-то у нормального человека интуитивное питание подскажет хочешь ты или нет ягодку попробовал но я бы всю эту корзинку и съел но нет надо собрать накопить для внуков и гостей вот про крыжовник вам все здоровья во всем радости и естественно интуитивного питания оно достаточно просто но полезно аминь и что поможем вы jan или н stool